Ну а мы надеемся, что не только питомцам нужны вы, а вам нужен питомец. Вот тогда-то случится чудо. И как, кстати, чудо уже практически случилось в нашей программе. Прямо сейчас страничка здорового питания. Скажи мне, что ты есть, и я скажу, кто ты, так утверждают вегетарианцы, намекая на мясо. Однако специалисты утверждают, что полный отказ от мяса, он не рекомендован некоторым категориям людей, в частности, детям, беременным, кормящим мамам. Так ли это? Давайте разбираться вместе со специалистом. Сегодня у нас в гостях эксперт по правильному питанию, врач-диетолог, кандидат наук Светлана Кашицкая. Света, доброе утро! Доброе утро. Ну так что, есть или не есть мясо? Я скажу о том, что я не сторонник вегетарианства, как доктор, но на самом деле в нем есть также и положительные моменты. Я все-таки за то, чтобы люди употребляли мясо, вопрос вот сколько и как часто, это действительно нужно выяснить. Ну, а мы знаем, что часто люди пытаются заменить вот тот самый белок животных на растительные, там, соя, орехи, бобовые. Могут ли они действительно полностью заменить вот этот белок? Вы должны понимать о том, что и вегетарианцы должны помнить, что белок, который есть в сои, в орехах, он, поступая к нам в организм, в виде орехов и соя не плавает у нас в крови. А этот белок у нас расщепляется на аминокислоты, а наш организм из этих аминокислот уже собирает собственный белок. Так вот, так как у вегетарианцев очень часто наблюдается недостаток белка, этот полноценный белок наш организм собрать не может. Например, метионина нет в сои, в орехах. Но если правильно и грамотно к этому подходят вегетарианцы, например, они соединяют сою и бобовые с молочными продуктами, например, с молоком или с ростками, то они действительно могут получить весь аминокислотный состав, который необходим нашему организму. Но вообще существует такое мнение, что если ты вегетарианец, значит, ты обязательно будешь стройным. Так ли это? Способствует ли это стройной фигуре? Да, безусловно, это в 90% случаев способствует этому, так как всё-таки их рацион больше содержит белков растительного происхождения и большое количество овощей и фруктов обычно они потребляют. Но если вегетарианец каждый вечер будет насыщаться большим количеством каши, орехами и мёдом, то, конечно же, у него будет откладываться жир. Ну а всё-таки существует ли какая-то схема, когда можно стать вегетарианцем? То есть, например, в возрасте 40 лет не получит ли организм стресс от того, что он перестанет получать мясо? Либо, например, вот с рождения ребёнка, когда вот уже начинается первая прикормка, то есть ребёнок не получает мясо, тем самым на всю жизнь он становится вегетарианцем и не зарабатывает тот самый стресс. Значит, я хочу пояснить, что после 35 лет у человека перестаёт вырабатываться в организме карнитин, который присутствует именно в мясе. И поэтому очень часто люди начинают полнеть. Поэтому как раз-таки с этого возраста нужно подумать, стоит ли становиться вегетарианцем. При этом не забывайте, что в животном белке, который, естественно, содержится и из которого состоит мясо, есть холестерин. А все клеточные мембраны – это холестерин. Наш мозг состоит на 90% из жиров. Поэтому я бы не рекомендовала всё-таки, если вы, мама и папа, вегетарианцы, то давайте так, вы отвечаете сами за себя, питаетесь сами. А вот, пожалуйста, детей не надо насиловать и делать их вегетарианцами. Пускай это останется действительно их выбором, потому что их клетки должны размножаться и расти. Вот, мне кажется, настолько правильно. Спасибо большое. Светлана Кашинская, наш диетолог, наш опытный эксперт по питанию, кандидат наук, сегодня побывала в прямом эфире нашей программы.